Итак, Семена со Славей я видел, с Олесой было, с Леной было. Что ещё новенького мне этот лагерь предложит? С Семён Сталином? Не, ну а чё нет? Всем привет! Вы на канале Ювплей, и мы продолжаем проходить историю одного неудачника многоликого. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов. Или можно ещё задоначить по ссылкам в описании, как сделал вот этот вот человек. Я чё-то проебонькал в прошлый раз, как-то прокомментировать подпись к донату. Насчёт Беллочки уже всё сказано, кроме Иона. В общем-то, можно ничего и не ждать, а по второй части... Я даже не знаю, стоит ли вообще что-то говорить. Всё, что надо было сказать, я уже сказал. Как-то так. Спасибо. 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 Да, вышла какая-то смесь с уржикой и непонятно с чем ещё. В общем, погнали! Утолить жажду было первостепенной задачей, поэтому первым пунктом назначения стали умывальники. Я не смог сдержать крик, когда ледяная вода соприкоснулась с моим лицом, но оно того стоило. А когда я ещё и выпил этой сводящей зубы водички, мне стало ещё лучше. Интересно, чей это цикл и какой тут сейчас день? Я попытался опять почувствовать местного Семёна и спустя несколько секунд мне это удалось. Я опять переместился, только по наитию души без всяких координат, и оказался на спортплощадке. На поле я заметил Семёна и Лену, переодетую в спортивную форму. В руке у них были ракетки и валанчик. Хм... Этот Семён тоже определился, видать. Я вспомнил Семёна, который пошёл в баньку со Славей, и решил в своих мыслях различать их по девушке, которую они выбирали, дабы не путаться. Игра между тем началась, и я поймал себя на мысли, что засматриваясь на упругие формы Лены, так выгодно подчёркнутые её спортивной формой. Ксу, а не о том думаешь, Тимусик? Именно так меня называла моя Мико, и воспоминание об этом помогло мне преодолеть соблазн. Я про себя пожелал этой парочке всяческих благ, и решил переместиться на склад, а тому же обдумать дальнейший план действий. Ну, эту Лену завалит Пианор, так что... Да и пофиг, честно говоря. План оказался предельно прост. Мне надо было отлежаться после вчерашней попойки с Алканером, а заодно и переждать жару. Я закрыл глаза и впал в полудрёма. Однако до конца не заснул. Кто болел гриппом, ангиной или просто имел счастье лежать с температурой около сорока, тот поймёт меня. Мысли беспорядочно и хаотично скакали внутри моей черепной коробки. Однако же я не мог выявить ни единой цельной. Иногда мне казалось, что они материализовываются рядом со мной. Я слышал чьи-то голоса. Иногда ощущал прикосновения, но глаз не открывал. Не знаю, сколько именно я так провалялся, но когда я смог вынырнуть из этого бреда и открыть глаза, на лагерь уже опустился вечер. Я был совершенно разбит и опустошён. Но вместе с этим я чувствовал, что силами из меня ушло и похмелье. Интересно, сколько же времени я уже не ел? Алканер вроде достал вчера какую-то запусть, но этого явно было недостаточно. Надо бы подкрепиться. Как это сделать? Если в столовой увидят двух семёнов, беды явно не миновать. И тут я услышал голоса. Говорю тебе, Вилка, я его с самого утра не видела. Уже несколько поисковых отрядов его ищут, ужин прошёл, а его вовсю нет. Не переживай, Оль, найдётся твой Толик. Помнишь, как он в прошлой смене тоже пропал, а потом оказалось, что он у тебя в домике в шкафу спал? Блёть! Ха-ха-ха, такое и не забудешь. Во дела. Толик пропал, оказывается. Но зато у меня созрел план по добыче еды. Как я уже слышал, ужин уже закончился, но поисковые отряды. Уже давно прощусывают окрестности. Можно будет сказать, что я вернулся с поисков и проголодался. Надеюсь, прокатят. Так, ну почти. Ладно, дойду уже на своих двоих. Хариса внутри не оказалась. Я заглянул на кухню, но там тоже было пусто. Ладно, попробуем сами что-нибудь сварганить. Возможно, так даже лучше. Меня никто не увидит, и у местного Семёна не будет неприятностей. На кухне я нашёл большой чан съесть тёплым пюре, а также сосиски, лежащие в кипятке. Ммм, даже готовить ничего не надо. Бери да накладывай. Я быстро утолел голод здесь же, на кухне помыл за собой посуду. И счастливый решил посмотреть, как там дело у Семёна с Леной. Я очутился в старом лагере и как раз успел заметить, что из него только что кто-то вышел. Я решил выглянуть наружу. Увиденное было, мягко говоря, необычным. Юлий с мешком сахара выбежал на испуганных Семёна и Лену. Сперва Семён прикрывал Лену с обоина, когда кошка-бомж подошёл к ним поближе. Та вдруг со злым выражением лица выскочила вперёд. Я успел заметить блеск лезвия в её руке. «А ну, пошёл прочь отсюда!» Вдруг крикнула Лена и взмахнула ножом. Юлий выставил мешок с сахаром перед собой, и тот принял на себя удар ножа. Лена выглядела обескураженной или даже испуганной. А вот Юлию это явно ей не понравилось. Кошка-бомж зашипел, выронил мешок с сахаром и бросился в кусты. Слава богу, обратно в старый лагерь не побежал. Я пропустил часть разговора Лены с Семёном, но потом услышал вопрос, который меня самого волновал. «Откуда, чёрт возьми, у тебя нож?» «Подарок». «Отца?» «Нет, дедушки». «Ну надо же, судя по слезам в её глазах, дедушки уже нет на этом свете. А подарок ей очень дорог». Я решил зайти обратно в корпус, пока меня не заметили, предоставив влюблённую парочку друг другу. И тут я вспомнил тот злосчастный день, когда мой план разбудить миг у воспомин... В миг у воспоминания и сбежать с ней для того, чтобы путешествовать по циклам, накрылся медным тазом из-за принятых таблеток. Под приходом я приходовал вожатую, воображая, что развлекаюсь с любимой. А Мику всё это видела. Мы тогда жёстко поругались. И на наши крики прибежала Лена, соседка Мику. У неё тогда в руке тоже что-то блеснуло. «Спасибо тебе, интуиция, за то, что не подвела тогда и скомандовала бежать». Теперь я в полной мере осознал, что мне грозило. Хотя, мне не привыкать. Сколько раз меня уже убивали. И это только из тех циклов, что я помню. А ведь, по словам Алконера, мы долгое время даже не сумеем вспоминать, что в этом чёртовом лагере не первый цикл. Интересно, что я сам творил до того, как обрёл память? Может, даже с другими пионерками пытался? И снова здравствуй, штаб-квартира. Итак, Семёна со Славей я видел. С Алисой было. С Леной было. Что ещё новенького мне этот лагерь предложит? С Семён Сталином? Не, ну а чё нет? Много всякого повидал я за это время. Дальнейшие путешествия по циклам были вначале интересно. Но потом однообразно. Поэтому я опущу описание всех моих приключений. Я прыгал в очередной цикл, видел там Семёна с какой-нибудь пионеркой или даже медсестрой. Наблюдал за ними, узнавал что-то новое. Естественно, я пытался не только за чужими отношениями смотреть, но и свои наладить. Как и всегда, у меня ничего не получалось. Либо это была совершенно не моя Мику, либо я не вызывал у неё абсолютно никакого интереса. Иногда я пробирался в медпункт и запивал очередной провал горькой таблеток. Под их эффектом я чаще всего мародёрствовал в столовой, потому что в обычное время либо забывал о том, что мне нужно есть, либо не представлял, как мне это сделать незаметно в чужом цикле. Но один случай всё же врезался в память сильнее прочих. Потому что в нём была замешана необычная пионерка и необычный Семён. Ебать колотить. Замеряю вас, Люсенька. Мои интенции по отношению к вам абсолютно честны и невинны. Я и спросил вашей аудиенции исключительно для заверения вас в своих чувствах. Не более того. Всё просто как трансформатор Теслы. А вы же очаровательны как станок. Рязанского моторно-тракторного завода. Вы так же просты, но вместе с тем обворожительны и надёжны. Семён, ты очень хороший парень. И ты, и Толик. Вы оба были так добры ко мне. Оба проявляли знаки внимания. Но поймите же вы оба, симпатия. Это не то, что можно взрастить насильно. К тому же моё сердце уже занято. Кто? Кто этот негодяй? Клянусь Нобелевской премией Эйнштейна. Я вызову его на дуэль. Успокойся, он уже уехал из лагеря. И я сомневаюсь, что кто-нибудь смог бы победить его. Его зовут Серафим. Он даже чем-то похож на тебя. Ёбаный ты в рот. А ладно. На меня он, правда, не обращал внимания совершенно. Всё время крутился возле Ольги Дмитриевны. Чего, блядь? Чё это за замухрышка? Какого он подкатывает к Люсе? Какого тут полонлагерь норм... Когда тут полонлагерь нормальных девушек? И что они там говорили про Серафима? Я, кажется, догадываюсь про кого они. Тем более, если тот крутился возле Ольги. Я хотел посмотреть, чем закончится эта сцена. Тем более, что персонажи были весьма необычны. По сравнению с приевшимися уже пионерками и Семенами. Но тут я опять почувствовал, как в мой мозг вкладывают какие-то координаты. Хммм... А вот это уже интересненько. Ладно, пускай эти двое сами себе тут отношения выясняют. Вдруг меня на этот раз Мику зовёт. Я всё так же стоял на площади, только теперь здесь вовсю светило солнце. Мои глаза аж заслезились от столь резкой смены суток и освещения. Так же я отметил, что солнце в этом цикле жарило особенно сильно. Тут чё, будет афроамериканский Семён, что ли? Или афро какой-то? Что-то странное, а главное, ни звука не слышно. Хотя день в разгаре, а я на главной площади лагеря. Я решил прогуляться по лагерю, готовый в любую секунду спрятаться куда-нибудь, если кого увижу. Ахуй тут, тут никого. Ей! Пустой лагерь. Пионёр призвал, что ли? А вот это уже было очень странно. Ладно, на площади никого не встретил, но весь лагерь пост. Куда все подевались? Я решил зайти в домик Мику и передохнуть от жары. А-а-а, это тот самый... Э-э, цикл одиночки. Здесь тоже было пусто, хотя повсюду валялись вещи Мику и Ленов. Блять, цикл рот. Значит, я не попал в какой-нибудь седьмой день, когда уже все уехали, но что же тут произошло? От прыжков по циклам и вопросов, разрывающих голову изнутри, наваливалась дикая усталость Поэтому я лёг в кровать Мику, накрылся её вещами и заснул Засыпая и лёжа в вещах любимой, я чувствовал, что растворяюсь в нерване Откуда-то исходило тепло, сначала мягкое и обволакивающее, но постепенно становящееся всё горячее Я начал чувствовать какую-то угрозу, агрессию или даже разрушение Твою мать! Куда я снова попал? Я ведь вроде не упарывался ничем Быстро окинув всё вокруг взглядом, я понял, что нахожусь в каком-то подобии древнеримского города Какие я видел на страницах учебников по истории и в разных передачах по Дискавери А затем я заметил весьма недовольную Двачевскую в странном одеянии Прошлый опыт уже подсказывал мне, как именно я должен к ней обращаться Богиня Алиса? Простите, что потревожил ваш покой, сам не знаю, как я тут оказался Сам не знаешь, как тут оказался, ха! Зато сейчас точно узнаешь, как именно ты умрёшь Только посмотрите на него Обычный смерть заявляется к богине войны и говорит, что он тут случайно оказался Богиня войны? А, я видел ваших сестёр! Богиню порядка и богиню искусств Последнюю я и ищу Мастерски переводим тему, если не прокатит, поступим опять как настоящий уверенный в себе и сознательный мужик Заплачем и надавим на жалость Видел моих сестёр? Ищешь богиню Мику? Зачем? Ну вот, она хотя бы уже не говорит о моей смерти Как бы так выразиться? Чтобы ты не испепелела меня на месте Меня и Мику связывают довольно специфичные чувства Нет, наверное, прозаичные чувства Да нет же! Нас связывают самые высокие чувства Вот! Ты и богиня Мику? Невероятно! Я не стану трогать возлюбленного моей сестры Но теперь я хотя бы понимаю, почему она ушла Ушла? Куда? Если бы мы только знали Сказала, что не может больше ждать и что он Возможно, уже скоро её найдёт А она должна быть к этому готова Теперь я вижу, что ты и есть тот самый он Я теперь одет в точности, как он научился перемещаться в пространстве А самое главное, я, как и он, безумно помешан на Мику На той самой Мику Означает ли это, что я превращаюсь в него? Тем более, сам Алканер, собственно, тот самый он Меня предупреждал, что я могу совершить те же поступки, что и он когда-то И снова очередной Мику Фил попадает под описание тот самый он Клянусь, эти циклы точно сведут меня с ума Что ты там себе бормочешь? Прости, не хотел загружать Так, мысли вслух Ты можешь вернуть меня обратно на землю? Сама понимаешь Я не должен заставлять Мику ждать Мне нравится твой настрой И видно, что ты, правда, любишь мою сестру А посему даю вам свое благословение Вернуть тебя я не смогу Прогуливала эту дисциплину во время божественных лекций Но переправить их к другой своей сестре смогу А она поможет Хм, а вот теперь я точно узнаю тебя, рыжая гроза Подумал я, улыбаясь, но вслух озвучивать мысли не стал И кто же она? Богиня мудрости и сострадания Лена Помогать таким, как ты, ее специфика Прощай, Семен, и не вздумай обижать мою сестренку Да я никогда и не собер... Рался Так, судя по всему, здесь обитает местная Лена Тут и сама богиня показалась Ты потерялся, путник? Нету богиня Лена Меня сюда послала богиня Алиса Она сказала, вы сможете помочь мне вернуться на землю Я должен найти богиню Мику как можно скорее Так ты и есть тот самый Семен? Конечно, я помогу тебе Ведь я богиня мудрости и сострадания И напоследок Я хочу дать тебе один совет Ты увидишь человека с моим оружием Не могу сказать прямо, но знай Что он избранный И может помочь тебе тогда, когда ты сам потеряешь Всякую веру в себя или жизнь Спасибо вам большое Надеюсь, я не забуду этот совет Конечно, не забудешь Ты ведь уже не первый Микуфил, к которому я это говорю И я знаю, что в итоге выйдет И что же вы... Тсс, божественные секреты только для богов А тебе уже пора Тебя ждет еще много приключений Так это был просто сон Я ведь помню, что попал в пустой цикл И заснул на кровати Мику А сейчас вот и дождик слышится Значит это пятый день Что? Кто здесь орал? Почему я ничего не вижу? Точно, я ведь накрылся вещами Мику Я начал копошиться, выбираясь из завалов Который сам себе и уложил Как вдруг услышал еще один крик Так, я не помню, кто там еще орал Но в общем-то, знаем уже в следующий раз А на этом будем заканчивать Всем спасибо за просмотр И всем пока Вернись ко мне Моя мечта Из уголков Пустой вселенной Верни мне жизнь И согревай Освободи Меня из плена